Уважаемые гости, компания Кодерлайн приветствует вас. Сегодня у нас с вами тема очень интересная, расчетные листки и оседленность по заработной плате. Поэтому мы с вами сегодня проведем время, тем более, что нестандартный у нас формат компании. На титульном листе вы видите наши контактные данные, наши телефоны, электронную почту, интернет, контакты телеграмовские и адрес сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитика Дина Гардашева-Галина. И как сегодня будет проходить наша встреча? Мы будем рассматривать с вами какие-то теоретические вопросы на слайдах и потом переключаться вот таким вот образом, переключаться на какую-то дополнительную информацию из демобаз. Работать мы с вами будем сегодня с двумя демобазами. Одна демобаза по ERP и вторая демобаза по зарплате управления персоналом ЗУП. Соответственно, я объясню, почему мы будем так делать и мы посмотрим, в чем отличие некоторых блоков в этих программах. А сейчас мы с вами снова возвращаемся на наши слайдики. Наши слайдики. Вот. И так, сегодняшняя наша программа будет состоять из таких разделов. Мы поговорим про расчетные листки, про настройку расчетных листков, про рассылку расчетных листков, про дополнительный сервис кабинет личных сотрудников и про дополнительные настройки, которые связаны с рассылкой расчетных листков. Ну и, соответственно, дополнительный сервис, отчеты там все, что вокруг, так сказать. Почему необычный наш сегодняшний вебинар? Потому что мы немножко затрагиваем область, которую обычно рассматривают либо для разработчиков, либо для специалистов IT спектра, так сказать. Но, тем не менее, это тема, с которой регулярно приходится встречаться и рядовым пользователям. Поэтому мы затрагиваем, так сказать, чуть-чуть ножкой одной заступим на чужую территорию. Но, тем не менее, мы затронем это то, что у нас касается этих вопросов. Расчетные листки – тема не новая. И, слава богу, всякие изменения, которые связаны в последние два года с программами, ее не особо затрагивают. То есть начальные расчетные листки мы с вами можем посмотреть. Они обязательны для применения. Обязательны для применения в двух случаях. Когда выплачивается людям заработная плата и когда уже нас интересует именно увольнение сотрудника и окончательный расчет с ним. Соответственно, в этом случае у нас есть возможность, так сказать, в двух местах посмотреть настройки расчетных листков. И в зарплате, и в управлении в ERP у нас есть вот такой пункт «Огонайзер». Сейчас мы с вами посмотрим это в натуральном выражении, я попутно буду разговаривать и по этому поводу. Значит, у нас в конфигурацию ERP входит блок зуб проф, то есть функциональные опции у нас одни и те же функционалы. Не затронут, только они скомпонованы немножко по-другому. И если мы с вами находимся в конфигурации 1S ERP, то здесь мы с вами можем найти расчетный листок в двух вариантах. Первый вариант самый простой, это если мы берем подраздел зарплату, отчеты по зарплате, и вот он у нас отчетный расчетный листок. И мы, соответственно, в этом случае можем задать период, за какой период мы выбираем, ну, задать параметры и сформировать этот расчетный листок. В конфигурации заработная плата зуб у нас с вами точно такой же механизм, раздел зарплата, отчеты по зарплате и точно такой же, видите, расчетный листок абсолютно с такими же функциями, то есть абсолютно одинаково из обоих конфигураций он вызывается. Но есть еще один вариант, куда нам сходить, чтобы получить расчетный листок. Это тоже в разделе заработная плата, только мы теперь выбираем все начисления, то есть не выходим в раздел отчеты. Это я показываю зуб. И вот у нас с вами здесь выбираем любое начисление. Вот у меня есть начисление за февраль, уже за этот месяц. И если я выбираю начисление, то в этом случае... Так. Сделаем. Сделаем немножко по-другому, потому что здесь у меня начисления не пересчитаны. Конфигурация заработная плата. Выбираем все начисления. Все начисления. Абсолютно точно так же, как и в зубе. Здесь у меня уже пересчитано начисление. Выбираю, соответственно, какое-то начисление, за какой период меня интересует. И вот он наш с вами расчетный листок. Вот по работе с расчетным листком действуют определенные правила. Мы о них поговорим немножко попозже. А сейчас мы говорим с вами только про настройку сначала расчетных листков и так далее. И вот уже отсюда мы можем выбрать конкретно какого-то человека и по нему сформировать расчетный листок. Он у нас будет вот такого формата. Этот формат не изменялся уже достаточно давно. И практически, собственно говоря, здесь отражены все взаиморасчеты, которые у нас происходили по заработной плате. Напомню, что обязанность, именно обязанность предоставлять расчетные листки сотрудникам у нас оговорена законодательно. Сейчас переключаемся с вами снова на наши слайды. И, соответственно, это сведения, которые мы должны сообщать работникам по каждой выплате. Вопрос с расчетными листками, с тем, как их можно пересылать, стоял достаточно давно. Если учесть попутно требования о сохранении персональных данных, то достаточно для предприятий, которые имеют большое количество человек, это было достаточно проблематично, потому что распечатывать расчетные листки трудоемко, долго и дорого. И, тем более, их надо выручить лично, а не отдать пачку сотрудникам цеха, разбирать каждый свое. То есть, система с рассылкой расчетных листков, на самом деле, в 1С решила многие проблемы, связанные с информированием сотрудников и так далее. Значит, соответственно, мы можем расчетные листки отправлять по почте, но возникает вопрос. Хорошо, обычный пролетарский расчетчик заработной платы, например, создал расчет, создал сведения. Но вот если вдруг не повезло и отсутствует системный администратор, либо отсутствует постоянный свой системный администратор, а только по вызову приезжает, то что делать в этом случае бухгалтеру для того, чтобы все-таки соблюсти требования защиты персональных данных и требования информирования сотрудников? Значит, расчетные листки у нас, как мы уже сказали, располагаются в подразделе Агонайзер. И если мы переходим в этот раздел, то мы переходим в настройку электронной почты. Напомню, что в УЗУПе, что в 1С ERP этот блок почти похоже настраивается. То есть мы переходим в Агонайзер и видим здесь гиперссылки. Сейчас мы снова перейдем в темобазу. Значит, здесь у нас начинаются различия. Потому что если мы говорим с вами про ERP, то здесь у нас есть раздел МСИ и администрирование. И раздел Агонайзер у нас находится в этом блоке, в разделе нормативно-справочная информация и администрирование. Вот он наш Агонайзер. И здесь у нас немножко более расширены настройки, чем в УЗУПе. Соответственно, должны стоять отмяточки, что мы используем электронную почту. И теперь мы можем с вами провалиться по гиперссылке. Например, настройка электронной почты. И попадаем в общий журнал, то есть записи по электронной почте. Я открою ту, которая у меня заполнена. Ну, соответственно, мы с вами в этом случае должны заполнить наименование такое, которое будет понятно. Соответственно, отправителя. И выбрать, то есть для отправки писем или для получения писем. Ну, для получения писем выбирается обычно, когда люди работают с, например, рассылки коглевиков. Или, например, получения коммерческих предложений, если это торговые представители. Ну, для отправки писем это вот как раз-таки наш случай. Ну, лучше поставить отметочки и для получения, и для отправки. И только вами. То есть нам нужно выбрать только вами, одним пользователем или всеми пользователями. Ну, в нашем случае, если мы, конечно, хотим заполнить для всех получателей, то мы выбираем все получатели. И вот дальше мы уже вторгаемся не совсем в свою епархию, а в епархию, когда это должен делать системный администратор. То есть, соответственно, мы заполняем типы почты. Ну, соответственно, логин, какой у нас присутствует, и пароль. То есть, пароли и явки. И, соответственно, технические характеристики почтовых серверов. То есть, я специально обращаю на это внимание, конечно, вот для настройки этого раздела. Лучше все-таки обращаться к системным администраторам. Ну, если вы мечта, так сказать, мечта шпиона, то вы и знаете такие параметры, то вы, соответственно, заполните и вот эти данные. Но, естественно, если это большое предприятие, если это крупное предприятие, где достаточно серьезно подходят к безопасности, разграниченный уровень недоступа, то вот эту вот часть вы заполнить самостоятельно уже не сможете. Итак, смотрите, это мы с вами смотрели, агонайзер в ERP. А вот если мы с вами посмотрим агонайзер в ZUP, то здесь у нас с вами не переключился. Вот он. Ага. Соответственно, администрирование раздел и то же самое раздел Агонайзер. Поскольку раздела НСИ и администрирования здесь нет, есть просто раздел НСИ и администрирования. И внешний вид немножечко отличается от ZUP. Ну, то же самое отмечаете, что вам надо. И точно так же по гиперссылке вы проваливаетесь в настройке почты. Ну, настройки почты мы с вами посмотрели на примере ERP. И настройки учетной записи. Вот у нас точно такие же в этом случае. Теперь переключимся с вами немножко опять на теоретическую информацию. Ну, то есть вот видите, на слайдике вы видите, мы уже посмотрели с вами это, так сказать, в живом формате. То есть настройки, которые вам необходимо заполнить для того, чтобы вы могли пользоваться этой возможностью рассылки расчетных листков. И на этом слайдике вы видите, соответственно, места расположения, разница в местах расположения при работе с конфигурацией ERP и ZUP. То есть вот у нас технический блок, который обычно при работе с крупными предприятиями у пользователей нет прав на настройку. И это уже, так сказать, епархия IT-отдела системных администраторов. Сама по себе настройка, то есть мы должны, кроме того, что сделаем вот эти вот вещи с вами проверить, мы настройку сервера исходящей почты делаем. Подробно я останавливаться на этом не буду, потому что, к сожалению, вот, ну, чаще всего у вас не будет возможности по настройке прав работать с этими подразделениями. То есть, соответственно, мы настраиваем сервер исходящей почты и сервера входящей почты. У нас есть дополнительные настройки, которые мы в этом случае можем выполнять. То есть наименование учетной записи мы вводим такую же, чтобы это было понятно, чтобы вы понимали, что вы настроили и как вы это назвали. И указываете длительность ожидания сервера, ну, небольшой, например, 30 секунд. После того, как вы выполнили вот эти вот настройки, ну, естественно, вы проверяете, что вы настроили. Проверяете стандартно, ну, то есть что у вас все отправляется, все хорошо, все красиво. И вот теперь после этого у нас начинается самый трудоемкий и самый, ну, как бы для пользователей неприятный момент, потому что... Снова возвращаемся к нашим баранам. После того, как мы настроили все вот эти замечательные подробности про рассылку адресов, нам нужно при вводе карточки сотрудника настроить, естественно, и данные по электронной почте. Электронной почте уже конкретного пользователя. И, соответственно, этот конкретный пользователь данную электронную почту должен получить. На крупных предприятиях этот процесс обычно разделяется. Разделяется на двух сотрудников, когда сотрудник получает там параллель, доступ и так далее. А в этом случае IT-специалисты вводят эти данные в его карточку. Ну, а вот если предприятие небольшое, и у вас, например, нет своего штатного сотрудника, то в этом случае, конечно, вам придется исполнять, так сказать, танец из-за себя, из-за партнера. То есть в этом случае вы данные сведения об электронной почте заносите в карточку. Сейчас мы с вами перейдем, ну, допустим, выберем начисление любого человека. Так. Разделаем на ERP. Вот так. Так. Шплата. Отчеты. Все начисления. И возьмем данные, например, за январь. У нас здесь есть сотрудники, которые, на примере которых можно посмотреть карточку и сказать, что я при вводе карточки несколько халтурила. То есть в этом случае, соответственно, кадровые документы вводят сотрудники общественные за кадровый учет, за кадровый персонал. Интерфейс у нас немножечко разный между ERP и зарплатой управления персоналом. Но, тем не менее, сведения у нас одни и те же. И мы можем на примере ERP смотреть, что есть там. Ну, во-первых, как вы видите, я схалтурила совершенно. То есть у меня не полностью заполнена карточка. То есть если я ввожу сведения про сотрудника, то, естественно, у меня должно быть как можно меньше полей, которые не заполнены. Ну, как вы видите, у меня не заполнены паспортные данные. Ну, достаточно много всего. И вот здесь, вот, естественно, у меня не заполнены сведения про электронную почту. То есть когда вводили сведения сотрудники, эту информацию не ввели. Поэтому мне, в принципе, если стоит вопрос о настройке, например, рассылке электронных рисков, электронных расчетных рисков, я вынуждена вернуться снова к карточке и снова заполнять эту информацию. То есть искать, где я что не заполнила и возвращаться снова к этой теме. Хочу напомнить, что здесь у нас все эти сведения, маски телефонов, маски электронной почты, допустим, сведения про адреса для информирования по прописке, по другим параметрам, заполняются обязательно, в обязательном порядке. И они могут настраиваться. Но, как видите, адрес по прописке, например, у нас будет фигурировать в нескольких местах. Адрес места проживания и места нахождения информирования тоже нам потребуется для пенсионной отчетности, персонифицированного учета. Поэтому, как видите, у меня вот эта карточка, это иллюстрация безалаберного отношения к информации. Ну, на самом деле, поскольку это демо-база, это допустимо, ну, конечно, в рабочей базе такие вещи, ну, не то, что должны, так сказать, отслеживаться, не должны допускаться. Вот мы с вами сейчас на слайдике видим то же самое, то есть поле не заполненное, которое должно быть заполнено, чтобы у нас с вами рассылка электронных листков происходило успешно. То есть после того, как мы настроили данные почтового сервера, почтовых серверов для отправки корреспонденции, для получения корреспонденции, мы заполняем сведения про электронные адреса наших сотрудников. На самом деле, здесь единственное у нас, ну, скажем так, ложка меда, то есть новшества, которые коснулись НДФЛ, зарплатных налогов, ну, то есть вот эти все наши революционные изменения, расчетные листки не затронули. То есть как был расчетный листок вот такой вот формы, как вы сейчас видите на экране, как он был 5 лет назад и больше, так он и остался. То есть это давно знакомая, хорошо изведанная форма. А вот работать с ней, к сожалению, работа с расчетными листками, даже не беря рассылку расчетных листков сотрудникам, вызывает до сих пор, ну, достаточно серьезные вопросы, потому что, во-первых, редко пользуются этими возможностями, а во-вторых, в общем-то, многие просто не знают, что такая возможность есть. Возвращаемся снова к нашим демо-базам на примере демо-базы по ERP. Сейчас мы с вами это закроем, чтобы нам здесь не мешалась лишняя информация. И посмотрим. То есть у нас с вами, напомню, есть возможность посмотреть расчетные листки из раздела зарплата и кадры, из раздела зарплата через подраздел отчеты по заработной плате, либо через заработная плата все начисления и начисления самой заработной платы. Вот сейчас у меня открыто начисление заработной платы, и я смотрю, формирую расчетный листок. Когда вот у меня просто я остановила курсор на каком-то сотруднике и формирую расчетный листок. У меня формируется расчетный листок на одного сотрудника за выбранный период, то есть за текущий месяц, который у меня в начислении указан, и только на этого сотрудника. Но в зарплате, в документе начисления зарплаты и работа конкретно с расчетным листком у нас действуют общие правила расчетов, общие правила работы с документами, кстати, очень удобные, то есть использование быстрых клавиш. Сейчас мы с вами перейдем. То есть у нас при работе со списком расчетных листков мы можем использовать горячие клавиши, вы видите сейчас их на экране, Shift-Control, сочетание, Shift-стрелочка вниз, Shift-стрелочка вверх, и Shift-Page Down, Page Up. То есть что это такое, в переводе с птичьего языка на русский. Значит, соответственно, если я хочу выделить одного сотрудника, вот как я делаю, я выбираю сотрудника и нажимаю расчетный листок. Если я нажимаю клавишу Shift, то в этом случае у меня я ставлю на начало строки и ставлю на конец. То есть все сотрудники, которые между этими позициями находятся, у меня оказываются выбранными. И после этого я нажимаю расчетный листок, у меня, соответственно, по нескольким сотрудникам формируется расчетный листок. Если я уже провела, так сказать, работу, проверила карточки всех своих клиентов и проверила, что у них клиентов, я имею в виду сотрудников, и проверила, что у всех у них указаны электронные адреса, я могу вот просто нажать вот такую пиктограмму. То есть у меня не настроена рассылка, а рассылка, которую вот я сформировала только что на экране. Таким же образом, ну, кроме расчетных листков, я могу отправить любой отчет, любую, допустим, сформировать оборотку, анализ счета, ну и так далее. И отправить по электронному адресу, например, там, специалисту, который у меня запросил эту информацию в банк, там, или еще каким-то заинтересованным контрагентам. Теперь, если я хочу не сплошное выделение сделать, а сделать выделение, ну, например, выборочных сотрудников, в этом случае я использую другую клавишу, control, и вот у меня уже выделяются только те сотрудники, которых я выбрала. Но, тем не менее, принцип формирования отчета в этом случае точно такой же. То есть у меня выделенные сотрудники сформировались, и по списку, ну, соответственно, который выбран, я могу им отправить эти отчеты. Но список отчетов, расчетных листков, рассылку я могу и автоматизировать. То есть мне не надо каждый раз вот сидеть с выделением и, ну, выбирать сотрудников, всех или не всех, или каких-то в одном списке, каких-то в другом. Я могу настроить дополнительную рассылку через клавишу через кнопочку еще. Сейчас мы к этому делу снова с вами вернемся и поговорим после того, я покажу пару слайдиков. Значит, соответственно, вот эти клавиши мы можем использовать при работе с любыми списками документов, списками в 1С. вот как мы с вами посмотрели, это общее выделение я делала, это выборочное выделение, то есть когда мне надо что-то выделить и так далее. Кроме этого, я могу настраивать расчетные листки. Настройка расчетных листков самого расчетного листка, ну допустим, вот в ERP, сейчас мы с вами переключимся, так, вот так, и мы с вами зайдем уже немножко по-другому, зайдем через меню зарплата, отчеты по зарплате, расчетные листочки, вот, то есть мы с вами в меню расчетные листки, и через клавишу еще нам с вами доступна работа с настройкой, с настройкой рассылок, с настройкой вариантов рассылок, то есть если мы хотим, если я не хочу отправить именно сейчас, как я вам уже показала, вот эта пиктограммка, то есть я прямо сейчас отправляю выбранный список, но я могу настроить и настроить саму рассылку, ну во-первых, обязательно в этом случае наименование такое, чтобы было понятно, что это, такое, чтобы я потом не переживала, что я отправила это, непонятно, что, непонятно, куда отправлять, естественно, вариант выбираем, ну, в нашем случае отчеты указанным получателем, и здесь перечисляются, кому конкретно мы хотим, отправить, то есть в нашем случае я должна буду выбрать физические лица, потому что это поле имеет красное подчеркивание и должно быть в обязательном порядке заполнено, то есть схалтурить у меня здесь не получится, и дальше уже, соответственно, идут настройки, ну, выбираю вид документа расчетный листок, и дальше могу по расписанию, и доставка по электронной почте, соответственно, выполняю настройки, которые мне требуются для этого варианта, выбираю учетную запись, ну, как мы с вами уже смотрели, в зависимости от того, что я настроила первоначально, так, вот, ну, и после того, как я все это настроила, я эту настройку, сейчас мы ее пока нет, я эту настройку могу сохранить, то есть я варианты расчета, варианты отчета могу сохранить, и в последующем использовать, уже не заходя в данную, видите, у меня расчетный листок, и не заходить в данный раздел, использовать сразу готовую настройку, так, теперь снова возвращаемся к нашим слайдикам, вот, вы видите, на всякий случай, еще слайдик, повторяющий наши действия, то, что мы с вами только что сделали, то есть расчетный листок, который мы сформировали через раздел зарплаты и кадры, все отчеты по зарплате, расчетный листок, и, соответственно, кнопочка еще, вот, и в этом случае вот настройка, которую мы с вами смотрели, ну, соответственно, вы можете ее сохранить, так, теперь снова возвращаемся к нашим отчетам расчетной расчетной листки, то есть, соответственно, после того, как мы с вами настроили параметры по заработной плате, параметры почтовых серверов для отправки, для получения, после того, как мы с вами проверили, что все свои карточки содержат полностью всю информацию про сотрудников, включая электронную почту и так далее, мы с вами можем настроить рассылку автоматическую, а можем сделать, ну, не заморачиваться и просто формировать расчетные листки с тем, чтобы рассылать их напрямую из программы из начисления заработной платы, то есть, еще раз повторю, то есть, я выделяю здесь всех сотрудников, нажимаю на расчетный листок, у меня формируются расчетные листки и, соответственно, после этого я их просто отправляю по почте. Хочу напомнить вот про такую тонкость, это у нас с вами режим ручного редактирования, то есть, если я вижу что-то на экране и вдруг я обнаружила, что у меня какая-то ошибка, я не знаю, как ее быстро исправить, то я могу включить, то есть, через режим ручного редактирования исправить ошибку на печатной форме и, соответственно, после этого отправить адресату, но после того, как я печатную форму закрою, мое исправление не сохранится и, соответственно, ошибка будет присутствовать, поэтому это, так сказать, совсем-совсем пожарный вариант. Еще один момент, связанный с расчетными листками, это у нас с вами есть сервис, то есть, соответственно, в разделе заработная плата у нас с вами есть сервис 1С, кабинет сотрудника, он доступен нам и в разделе кадры, и, соответственно, в зупе у нас точно так же, абсолютно точно такой же интерфейс, сейчас посмотрим, вот он у нас, вот у нас зарплата, как вы видите, все начисления, сервис, кабинет 1С, сотрудника, и кадры, заработная плата, сервис, 1С, кабинет сотрудника, то есть, интерфейс, функциональность абсолютно идентичный. Вернемся к нашему сервису, допустим, кабинет сотрудника, это если вы его подключаете, он основательно вам облегчает жизнь, потому что помогает получать сведения, ну, конкретно расчетные листки из кабинета сотрудника самим сотрудником, то есть, вам не надо заморачиваться на тему того, что формировать им отдельно, более подробно вы можете почитать по гиперссылке, вот более подробно про сервис, там написано, какая это удобная функция, как она сразу облегчает нам жизнь и так далее. А вот, единственный момент, что в этом сервисе требуется подключение к интернет-поддержке, то есть, это техническая функция, которая связана с вашей регистрацией, то есть, подписка ИТС, в этом случае, если, ну, у вас разграничено введение, так сказать, полномочий, это тоже надо к IT-специалистам обращаться, но если нет, если, к сожалению, у вас небольшое предприятие и вы вдруг вляпались в крупную программу типа ERP, то, естественно, в этом случае вам потребуются сведения про регистрацию на портале ERP. На самом деле, здесь это все не так сложно, то есть, вводится логин, пароль и сведения подключить. В этом случае переход на интернет-поддержку у вас будет уже производиться автоматически, каждый раз не надо будет вводить это сведение, вводить вручную, но тем не менее. И подключить сам сервис, в общем-то, тоже не сложно, можно и без участия специалистов. Ну, здесь единственное, что нужно заполнить все поля, в демо-базе мы это не можем сделать, потому что, соответственно, номера демо-программ не регистрируются, и поэтому, скажем так, показать более подробно я не смогу. Так, сервис позволяет получать все справки по заработной плате, и 182-ю, и справку 6 НДФЛ, и 2 НДФЛ, ну, то есть, и расчетные листки, то есть, очень удобно, что сотрудник может сам выбрать, сам сформировать, что его интересует, и получить, распечатать сам себе, то есть, не беспокоить руководителя или бухгалтера, расчетчика, там, собственно, специалиста, который у вас с этим блоком работает. Раз уж мы заговорили за личные кабинеты, хочу еще такой момент уточнить. Личные кабинеты у нас в программе как дополнительные сервисы присутствуют в нескольких вариантах. Ну, то есть, один – это личный кабинет сотрудников, и еще в разделе 1С отчетность в ERP это раздел 1С регламентированный учет, 1С отчетность. А на самом деле 1С отчетность это не только название блока, что это отчеты, ну, хорошо знакомого блока, скажем так, потому что мы им пользуемся давно, регламентированные отчеты. Здесь включается, сейчас, если я перехожу по ссылке, то включается рекламка, что такое 1С отчетность, то есть, сервис 1С отчетность, не наименование раздела, а сервис. То есть, сервис это прямой обмен с сайтом налоговых органов. На сайте налоговых органов у нас сейчас зарегистрировано много кабинетов, на самом деле, и кабинет налогоплательщика, кабинет индивидуального предпринимателя, и другие статистики, Ростехнадзор, ну, в общем, много, сейчас посмотрим. Про сервис 1С отчетность, то есть, контакт напрямую с сайтом налоговых органов, вы можете здесь почитать вот по ссылочке, здесь все написано красиво и аппетитно, и подключиться к сервису тоже несложно, здесь достаточно ваших регистрационных данных и инн. Такая рекламка всплывает каждый раз, когда вы переходите в этот раздел, так что не промахнетесь, если это вас заинтересовало, то как бы здесь вы найдете нужную информацию. Вот раздел личный кабинет у нас встречается здесь еще. Вот и собственно говоря, вот сайт налоговых органов, то есть налогоплательщик юрлиц или ИП. Дальше Единый социальный фонд России, бывший ССС и пенсионный фонд, то есть здесь у нас по проверкам информация собрана, по проверкам, по актам, по камералкам, а вот здесь вот блок для работы с листками нетрудоспособности и всеми социальными выплатами. То есть вот этот блок очень удобный получился и в общем-то самый такой наверное востребованный на данный момент. Госуслуги Росприроднадзор, то есть если вы попадаете розалкоголь или табак контроль, природнадзор, обратите внимание на статистику, потому что это очень опасно. Товарищ в настоящий момент. То есть статистика у нас с прошлого года начала фактически штрафовать, декларировалось, что она может применять штрафные санкции достаточно давно, но обычно ограничивалось тем, что ай-яй-яй, пришлите пожалуйста все хоть в каком-нибудь виде, ну то есть либо предупреждением, либо звонками. А с прошлого года начали применять реальные штрафные санкции, которые за несвоевременную сдачу или за несдачу отчетности составляют 70 тысяч, а за повторное правонарушение 150 тысяч. И если учесть, что у нас только в прошлом году статистика целый список отчетов дополнительных прислала, которые по выборке попадают предприятия, то естественно подстраховаться и зайти на ихний сайт и получить по своему иным список отчетов, в которые вы попали, лучше, чем заплатить 150 тысяч. Вот, но личный кабинет это информация для Банка России, если вы участвуете в каких-то системах кредитования, используете какие-то кредитные продукты, но в этом случае готовите для них, например, комплект документов, машиночитаемые доверенности, то есть информацию, которую банк запросил для подтверждения вашей платежеспособности, то вот этот личный кабинет позволяет группировать информацию и сохранять ее при отправке. Так, значит, это мы с вами снова сделаем. И еще одна информация, которую вам в принципе обязательно нужно учитывать, что уже в 24-м году достаточно много принято новых постановлений по НДФЛ и по работе с взносами. Сейчас мы с вами закроем это вот так вот. Значит, что нам нужно учитывать? что в 2024 году основные, наверное, изменения произошли по разделу НДФЛ и основные изменения коснулись, во-первых, социальных выплат. У нас увеличили размеры выплат на обучение, на лечение, то есть изменился лимит, увеличили со 120 до 150 тысяч. Вот. И соответственно выплаты у нас социального характера, социальные выплаты это лечение, обучение, обучение себя и детей. фитнес, то есть спорт и фитнес, пенсионное обеспечение, вот эти выплаты соответственно соответственно сведения про эти выплаты, то есть это изменение и в регламентированной отчетности у нас изменяются в программе при обновлении. обновления мы с вами можем посмотреть вот по этой пиктограммке, посмотреть вот в этом пункте и с точечкой сведения о платформе, которая у вас применяется и о конфигурации, которая у вас установлена. Ну вот конкретно по ERP 15, это одна из последних, она принята в январе этого года и соответственно содержит наиболее актуальные отчеты. Соответственно и новые нормативы содержат, то есть новые правила уже измененной отчетности и новые формы регламентированных учетов. Это у нас регламентированная форма 6 НДФЛ, она применяется с первого квартала 2004 года. Поэтому перед тем, как если вы например с каким-то регламентированным отчетом работаете, то сначала проверьте актуальный ли у вас релиз и учитывает ли он все изменения, которые у вас сейчас происходили. Так, еще раз регламентирован отчет. И здесь дополнительно что важно. Еще обратите внимание на воинский учет. Мы говорим про это почти при каждой нашей встрече. Воинскому учету сейчас уделяется большое внимание. Если раньше предприятия могли не вести или вести спустя рукава, то сейчас к сожалению это уже так не получится и нужно приводить в порядок. Воинский учет и в ERP и в зарплате кадра у нас активизируется дополнительными настройками. Например, в ERP у нас активизируется НСИ администрирование, раздел кадры. и здесь немножко ниже спускаемся. После настройки штатного расписания у нас есть блок воинский учет. То есть мы здесь проставляем галочки соответственно либо одну, либо две и тогда у нас появляется раздел воинский учет в соответственно подразделах. то есть вот например кадры подраздел воинский учет. Если бы у меня там не стояла отметка, то здесь этого раздела бы у нас просто не было. Он был бы исключен из видимости. И собственно говоря после того как вы проверили и включили воинский учет вы должны выполнить несколько ритуальных телодвижений. Потому что многие местные территориальные органы имеют свои формы общения. То есть не унифицированной формы, унифицированных форм документов с ними нету. А какие-то свои разработанные там может где-то содержаться например бланки, логотипы и так далее. То есть этот вопрос нужно уточнить в воинском комиссариате поскольку отчет мы сдаем не в налоговую и не в фонды а в воинский комиссариат. И последнее что самое неприятное взаимодействие предприятия и военкомата у нас сейчас немножко тоже изменилось. То есть сейчас предприятия обязаны вести информирование то есть взаимодействие между предприятием и сотрудником теперь включает взаимодействие с военкоматом. Раньше этого не было. Раньше воинские комиссариаты напрямую сотрудничали с физическим лицом. То есть что они посылали что не посылали это как бы касалось их личных взаимоотношений и предприятия не затрагивали. А теперь все сведения которые военкомат запрашивает он запрашивает у организации которая должна его проинформировать о том что человек уволился принят на работу переведен в другое место работы и соответственно если военкомату требуется уведомить о чем-то человеку то есть вручить повестку или вызвать например на сборы то в этом случае военкомат отправляет эту информацию организации работодателю и соответственно у организации есть достаточно жесткие условия то есть во-первых это короткие сроки когда оно должно проинформировать а во-вторых то есть проинформировать сотрудника или зафиксировать отказ от информирования то есть что человек не захотел получить там нужную информацию теперь не так просто то есть это должны быть сотрудники из числа ваших сотрудников в присутствии которых было произведено либо само информирование либо попытка информирования и что человек отказался от получения информации и указаны должны быть фамилия имя отчества должность лица которое может досвидетельствовать данный факт и вот за это введены самые крупные штрафы которые в общем-то были 400 и 500 тысяч и если вы не проинформировали человека вовремя о каких-то мероприятиях которые военкомат хотел провести либо не передали сведения от сотрудника в этом случае штрафные санкции на предприятие составляют от 400 до 500 тысяч поэтому будьте внимательны с воинским учетом и будьте внимательны с оформлением информирования и передачи сведений от физического лица военкомат напомню что у нас изменились сроки раньше на это отводилось две недели а сейчас на информирование по кадровым мероприятиям у нас есть две недели а по соответственно там информации которая поступает от военкомата тоже сроки изменились их надо учитывать собственно говоря еще один очень важный момент это больничные листы сейчас у нас по больничным листам таких больших сансных санкций нету собственно ничего не изменилось в отношении того что работодатель оплачивает первые три дня когда человек находился на больничном а потом сведения поступают в фонд фонд на данный момент через личные кабинеты сотрудника через личный кабинет на госуслугах информирует сотрудника о том что произошло то есть допустим продлен больничный выписан больничный запрошены сведения у работодателей то есть информация об этом поступает в электронном виде через личный кабинет и соответственно здесь опять же есть достаточно четкие сроки если вы не ответили на данный момент то есть если вы не ответили если вы работодатель получили от фонда запрос например на уточнение каких-то данных и не ответили в установленный срок то на данный момент штрафные санкции не взымаются но это уже как бы в перспективу заложено и рано или поздно за это будут более серьезные штрафы на этом к сожалению наше время с вами заканчивается мы возвращаемся к нашим слайдикам и я хочу снова вернуться к информации ну во-первых про изменения по НДФЛ что вы должны учитывать то есть у нас изменился подход к резидентам и не резидентам это как говорят что это плюс то есть на самом деле нам теперь не надо отслеживать резидент или не резидент 180 дней он был или не был то есть у нас теперь все сотрудники будут получать как резиденты налогооблагаемую базу с которой взимается 13 процентов ну или 15 это собственно самая основная так скажем так наиболее значимая информация для практических расчетов и плюс повысился повысилась предельная база для исчисления взносов то есть теперь у нас в этом году она составляет 2 миллиона 225 тысяч по сравнению с прошлым годом это увеличенная база ну и самое основное что мы теперь не должны отслеживать 180 дней то есть мы в общем-то всех работников не резидентов приравняли к обычным резидентам а второе зачем я хотела вернуться к нашим слайдикам это вернуться к началу нашей встречи к титульному листу и повторить наши контактные данные и собственно говоря напомнить телеграм-контакты адрес нашего сайта и пригласить вас к сотрудничеству компания Кодерлайн проводит весь спектр работ с программами семейства 1С и автоматизация настройка и доработка так что будем рады оказаться вам полезными на этом компания Кодерлайн прощается с вами спасибо за время которое вы на нас выделили и за внимание к нашим встречам всего доброго субтитры субтитры Продолжение следует...